Всем привет, господа ножеманы! Ну что, сегодня у нас на канале опять день первого знакомства и ярчайших впечатлений от новейших ножей. Причем ярчайших впечатлений в отношении этих ножей это не пустой звук и не громкий пук. Эти ножи действительно созданы для впечатлений, для души, для услады ножеманских глаз. Один из них уж точно для этого создан, и я думаю, что он впечатлит и меня, и вас. А другой впечатлит своим нестандартным подходом, я думаю, впечатлит настолько, что разорвет просто все ваши устоявшиеся шаблоны и раскидает их поблизь ближайшей местности. Ножи эти от компании, от компании, господа рептилия. Ножи, к слову сказать, у которых как нельзя, кстати, подходит название к их внешнему виду. Ножи, которые называются Магистр. Мне надо посмотреть, чтобы открыть сначала правильный. А правильно у нас будет, господа ножеманы, вот этот, который называется Магистр 02-1. Ну, вот такие вот названия, да. Надо было просто назвать какой-нибудь Магистр. Первый Магистр, второй Магистр, главный. Блин, я просто замер, потому что они меня впечатлили по картинкам-то, я получу впечатление, они меня впечатлили размером. Короче, тут лежат в коробочке вот такие вот, откровенно немаленькие, у меня ширина ладони 90 миллиметров. Вот такие вот кинжалоиды. Кинжалоиды, которым как нельзя, кстати, подходит их название Магистр. Вот такой вот, господа ножеманы, Магистр. Вообще, я кинжалоиды не люблю. Потому что, ну, они лишены рабочего функционала. Но рабочие ножи, как вы знаете, те в моем понимании, которые хорошо замечательно режут. Как может резать нож, который предназначен для колющего поражения биологических целей? Никак. И в нашем случае он предназначен для любования и впечатления. И любоваться... Не, ну вы посмотрите. Прям ядрить, колотить. Не то, что Магистр, там плиер какой-то. Там плиер прям с крестом. Вставочки такие сделан классно. И впечатляться нам предлагают, господа ножеманы. Вот таким кинжалоидом. Насечки тут, все дела. Вот таким, господа... Вот скажите, что не впечатляет. Да, может быть режет оно не как при толщине этого клинка. И при вот таком сведении тут просто огромные толстенные такие подводы. Конячие сведения. Но радовать глаз, я вам скажу, радует. Че уж тут сказать. Вообще это как телать, господа ножеманы. В функциональном плане нож такой себе. Но блин, в ножеманском душу отводит. Конечно, вы посмотрите. Вы только на это посмотрите. Ну блин, ну впечатляет. Ну а по-моему только для этого и было... Я понимаю, что тут ничего внятного, только сопли и возгласы восторга. Ну а че еще может быть там при взгляде на такую вещь? Тут даже ничего не хочется комментировать. Сделано кайфово. Вот так на первый взгляд сделано кайфово. Функционал даже ничего не хочется комментировать. Клипса там, шмипса. Посмотрите какой клинок. Просто посмотрите на этот нож. Что называется, бери в руку и кайфуй. Сделано клево, сделано аккуратно, сделано приятно, сделано красиво. Очень гармонично. Дизайн, проработка внешнего вида. Все соответствует внутреннему содержанию ножа. Посмотрите. Вставки там рыцарские, кресты, осевой точно так же выполнены. Галамени, как сделаны форма. Ну, как кинжалоид, вообще кайфушечки. Хотя я вам скажу, что я кинжалоиды как раз таки из-за того, что они не умеют резать. Я их люблю не очень сильно. Понятное дело, что ты берешь этот нож, в общем-то, для души. Для вот таких вот нажиманских кайфов. Но когда ты хочешь порезать, он как-то не очень резать. Ну, не должен он резать. И ты все равно немножко расстраиваешься. Так вот, видимо, в расчете на таких вот индивидуумов, чтобы и красиво, и прикольно, еще и чтобы функционально. Господа из Reptilian сделали прямо таки смелый ход, который впечатлит не меньше, чем вот этот нож. Это нож у нас Magister 01-2. Казалось бы, это одинаковый нажим по внешнему виду. Тот же самый кинжалоид. Единственное, что это более такой богаче сделан, но с карбоновыми вставками. В остальном, вроде бы, то же самое. Мы получим, что и в случае с этим ножом. А как бы не так. Готовы к тому, что сейчас просто атомные бомбы разорвет все ваши шаблоны, раскидает поближайший округ. Готовы? Просто ребята из Reptilian, они же сделали такой ход конем, которому позавидуют многие грасмейстеры ножевого мира. Готовы? Опа! Видали? Видали, что сотворили товарищи? Они просто впихнули невпихуемое, соединили несоединяемое. Просто взяли, и вот для тех, кто хочет кинжал, но кинжал, ну как кинжал, кинжалоид, но кинжалоид функциональный, который можно легко применять по прямому назначению ножа, а не кинжал. Они сделали вот такой вот, господа, крайне нестандартный ход. Крайне нестандартный ход. Разорвались шаблоны? Ну, я не знаю. У меня они разорвались, когда я это увидел. Они у меня разорвались, поломались и закопались, похоронили сами себя. Вот так это все дело выглядит. Рядышком друг с другом. Чистый кинжалоид, и я даже не знаю, господа нажиманы, как это назвать. И вот такой вот кинжальный нож. Ну, справедливости ради, я вот так вот в разрезе первых впечатлений скажу, что этот ножик тоже с толстенным обухом, толстенным сведением. И в большей степени он также будет предназначен для уколов и ударов, да, там ковыряний. В нашем чисто понимании, конечно, мы никого бить не собираемся, каких-нибудь ковыряний, проколов, нежели для реза, потому что чувствуется толстенное сведение. Но, господа нажиманы, но, опять же, справедливости ради, скажем, что все-таки геометрия, эта будет должна резать лучше, чем вот эта. И для тех, кто кинжалоиды не любит по причине того, что они не предназначены для реза, вот вам альтернативный вариант. Насколько он будет хорош, и будет ли он действительно альтернативным, а может быть он себя покажет так же, как вот этот кинжал, мы обязательно увидим не только в последующих обзорах каждого из этих ножей, но и я собираюсь, так как в принципе они по характеристикам очень близко лежат друг к другу, я имею ввиду по форме, потому что по форме клинка они сделаны один в один, по толщине, я думаю, они тоже не отличаются, а вот по геометрии они разные, я намереваюсь сделать обзор и, так сказать, на практике подтвердить, а может быть и развенчать свои доводы о том, что кинжальная геометрия предназначена не для реза. Ну вот так, господа ножеманы, ну впечатляют же, ну впечатляют, я короче пошел дальше впечатляться, жду вас на новых впечатлениях на обзоре каждого из этих ножей, на этом у меня все, оставайтесь на канале, всем удачи, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok